здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растение вот сегодня хочу рассказать вам о таком казалось бы привычным и знакомом растений как береза уверяю вас что смогу вас удивить и показать вам такие березы которых вы прежде не встречали многие из вас это белоствольное дерево знакомо каждому я преподаю дизайн и садоводство уже восемь лет общаюсь с разными людьми и слышала наверное очень очень много баек и различных мифов о березе какие то из них я хочу подтвердить какие то развеять иногда люди говорят о том что березу в саду высаживать не стоит я бы хотела вам рассказать о тех случаях когда березу в саду высаживать действительно не стоит а когда это сделать просто необходимо береза растение которое очень любит воду поэтому если в вашем саду на вашем участке недостаточно влаги то береза возьмет себе ее всю и никому из рядом сидящих растений не оставит поэтому наверное родился самый главный миф о том что около березы под березой ничего не растет если слишком много воды на вашем участке если вы не знаете куда деваться от весенних затоплений то береза поможет вам избавиться от лишней влаги если местность на вашем участке заболоченная то береза это одно из тех растений которая также избавит вас от лишней на участке воды поэтому в засушливом месте на засушливом участке если вы приезжаете редко и не имеете возможности поливать свой участок достаточно часто наверное от этого дерева можно воздержаться но если у вас глинистая почва и воды достаточно если влаги на вашем низинном участке слишком много и страдает огород страдают другие растения то береза а особенно ее редкие интересные сорта будут для вас спасением вот этот уютный уголок на моем участке образуют береза повислоя юнги эти деревья бывают привитые и корни собственные у привитых деревьев особенно яркий и ровный ствол а крона ветки расположенные практически горизонтально над землей и тонкие побеги длинные косы свисающие до земли здесь я немного подстригла для того чтобы можно было заходить но на самом деле ветки могут спускаться до самой земли и образовывать своего рода занавес которая внутри внутреннее пространство немножечко скрывает эту беседку у меня формируют 4 березы которые были посажены 10 лет назад 2008 году конечно они были посажены маленькими и тоненькими прутиками но за 10 лет превратились такие вот замечательные красивые деревья я немножко помогаю им формироваться тем самым что не пускаю березу юнги расти вверх хотя ее ветки свешиваются естественным образом иногда береза юнги все-таки бросает побег который пытается создать этому дереву новую верхушку такое может случиться один раз в несколько лет или может случиться два раза в год например я вижу что какая-то ветка начинает расти вертикально вверх я ее просто обрезаю остальным веточкам позволяю развиваться так как они этого хотят сами а вот это береза юнги корни собственная непривитая вы видите что ее ствол неровный он и не может быть ровным потому что дерево само по себе имеет стелющуюся форму и для того чтобы немножечко приподнять крону над землей его просто-напросто поднимали и фиксировали на бамбуковую палочку пока этот ствол был маленький и мягкий сейчас перед вами береза повисла я латини а то она же грацилис она же десекта у каждого названия встречается достаточно много синонимов или очень много растений которые ботаники причисляют к разным видам на самом деле для нас для обычных потребителей мы не найдем разницы между этими сортами обратите внимание какие длинные косы у этого дерева длина ветки около трех метров и она сейчас уже осень и не слишком видно но она образует такую ажурную нежную ширму как занавесочка благодаря листочкам в частности не только благодаря тонким длинным веточкам но и благодаря красивым резным листочкам обратите внимание пожалуйста какой нежный резной лист у этой березы он совершенно имеет необычную форму и если не знать что это березовый лист не каждый догадается вот эта береза самая высокая в кадре имеет пурпурную листву эта береза повисла я пурпурная форма пурпурная но сейчас у нее цвет немножечко изменился она позеленела потому что солнышко уже недостаточно но мы вам покажем сейчас фотографию на которой вы увидите как выглядит эта береза всю первую половину лета вплоть до августа у нее листочки действительно темно-бордового цвета а вот такой оранжевый ствол лохматый оранжевого цвета у американской березы черной нижняя часть ствола фактически напоминает ствол какого-то хвойного скорее дерево потому что больше похоже на ствол сосны или елки а средняя часть и верхняя обратите внимание какая ярко-оранжевая особенно красиво играет в лучах солнца а вот это береза полезная дорин босс наверняка вы видели такое название в прайсах магазинов и питомников но никогда не обращали внимание на это дерево она просто не привлекала ваше внимание когда эта береза находится в молодом возрасте она ничем не отличается практически от обычной простой березы молоденькой светло-коричневый ствол с возрастом это береза становится вот такой абсолютно абсолютно белый практически ни одной черной точки ни одного черного пятнышка нет от самого основания ствола кора у этой березы снимается вот такими пластами наверняка именно на такой бересте писались древние берестяные грамоты ближайшие ее родственники береза гималайская и береза бумажная они тоже имеют аналогичную кору и такой же белый ствол обратите внимание что не только сам ствол но еще и ветки большие ветки маленькие тонкие веточки абсолютно белые хочу заметить что листва у этой березы гораздо темнее чем обычная и держится на ветвях до самого первого мороза то есть эта береза не сбрасывает листья слишком рано хочу еще отметить специально для скептиков и для тех людей которым не нравятся семена которые летят зачастую с обычной березы березы бородавчатой или березы повислой семена березы доринбос сбрасывает достаточно поздно и они не разлетаются они не мусорят так как как может смущать некоторых из вас у нее тяжелые семена которые падают под самой березы и не разлетаются слишком далеко и сейчас специально для вас мы оставили маленькую молодую березку которая рождается превращается во взрослую четырехлетняя береза которая сбрасывает свою детскую шкурку и становится ослепительно белой вот эта молодая береза ей четыре года как правило ствол у березы доринбос белеет в возрасте около шести лет но моя решила порадовать нас немножечко раньше обратите внимание что молодая березка была светло-коричневой и сейчас светло-коричневая кора сходит и стволик становится абсолютно белым мы помогаем ей избавиться от этой змеиной кожи и маленькое деревце становится настоящим украшением нашего участка надеюсь что мне удалось заинтересовать вас этими замечательными растениями и надеюсь что для гурманов садового дела моя информация была полезной а я с вами прощаюсь до новых встреч